Радио 54 Ты не имеешь права продолжать гонку, если ты не прошел препятствия по правилам. Рукоход, неважно что это. То есть прохождение препятствий обязательно. Это чемпионат. И вот когда чемпионат, там уже съезжаются спортсмены, там судьи на каждом препятствии. Это уже азарт, это уже спорт. Может быть препятствие это перепрыгнуть через стену, какое-то искусное естественно созданное препятствие, ров и так далее. Но есть препятствия так называемые рукоходы. Там тебе не может помогать ни партнер, ни вот есть руки. И это самое сложное. С помощью только рук, где-то на одних пальцах. Нужен крепкий плечевой пояс. И когда это все в комплексе, когда это все подряд. И все сложные рукоходы в самом конце. Да, 12-километровый бег по горам, он выхолощивает. И к финишу, когда уже сил мало, начинаются эти рукоходы. Если не ошибаюсь, их было 46 на 12 километров. И концентрация на финише их была буквально через каждые 150 метров. И никакого различия мужчина-женщина. У всех одинаковые препятствия, да, одинаковая высота и никакой жалости к девочкам. Я впервые бежала личную гонку, и я не привыкла носить тяжести, перетаскивать какие-то бревна, мешки. Мне это было очень тяжело. И тем не менее вы победили. Да, ну, кстати, после финиша я даже не знала, какая я. Я сидела и полчаса плакала. Это было очень тяжело. Но через полчаса я сказала, я приеду сюда еще раз и еще раз выиграю. Это было год назад. Мы находимся у нас здесь, под Новосибирском, на спортивной базе. НГТУ, под Ордынкой. Ее прекрасно там все знаете. Готовимся к гонке. Полбазы знают, что какого числа у нас гонка. Наступает день гонки. Она во второй половине дня проходит в Кольцово на полигоне. Мы до обеда находимся на базе. Идем обедаем. Нам все желают удачи. Знакомые друзья подбегают. Парнишка, набравшись наконец-то смелости, местный студент, полиатлонист, лыжник. И там волнуюсь спрашивает. Я наслышан на вас заочно. Ребята, скажите, что за гонки, что это такое. Вкратце мы торопясь. Надо ехать, быстренько рассказываем. Он спрашивает, когда следующий чемпионат. Я готов. Я хочу тоже. Мы говорим, Ромка, к сожалению, через год. Сейчас уже все. Билетов в продаже нет. Все, сегодня гонка. Следующий через год. Эх, жалко, он носится, бегает. Ну, парень просто готовый. Мы садимся в машину, спокойненько уезжаем, приезжаем на регистрацию. Получаем свои стартовые пакеты. И обалдевши видим, парень стоит на старте уже со стартовым. Где-то нашел у какого-то друга какой-то сертификат. Выкупил, да? Под чужой фамилией. Договорился с организаторами. Это первая часть истории. Мы обалдели. Ладно. Он в личном зачете стартует, убегает. Мы не видим. Мы стартуем через полчаса после него. Мы заканчиваем свою гонку со своими драмами. Со своей трагедией, да? Со своими драмами упустили первое. Ну, вторые стали. Обнимаемся с первыми, со вторыми, с третьими. Чумазы после финиша. Рядом скачет уже Ромка, переодетая. Мы про него немножко подзабыли во время гонки. Он нас тоже обнимает, радуется. И потом, когда немножко успокоились, он такой. Ну, ребят, я выиграл. Что дальше? Я был по чужой фамилии. Куда дальше? Человек после плотного обеда с тремя порциями перца внутри. Два часа назад человек узнал, что это такое. Абсолютно не готовый. А там на старте были такие компонии. Пришел, увидел, победил. Вот так.